Прикладывай ее. Намажем клеем ее. Вот так намажем ее. Иди, прикладывай. Медь не надо. Дима, медь не надо. Иди, приклеивай ее. Приклеивай. Прикладывай ее. И ручкой разровняй. Вот, разравнивай ее. Ну, не получается. У мамы получилось, а у тебя нет. Дай-ка ее сюда. Дай-ка сюда ее. Ну-ка. Опа. А, не держится. Может, с этой стороны. А, не держится. Ты ее клеил, наверное, плохо помазал. Держи мячик. Мячик держи снизу. Мячик держи. Нет, мячик держи. Мячик. Где? Мячик держи руками. Вот так. Одной рукой вот так мяч держи. И другой. Нет, снизу держи. Вот так. Вот так вот. Держи. Вот. Намазали клеем. Ее шлюп. Ах ты, господи, не держится теперь. Приветики. Всем привет. С вами канал Артмания. И сегодня Дима у нас что-то чинит. У меня продолжается уборка. Вот убралась под столом наконец-то у себя. Здесь у меня еще сломанный принтер, который мы с вами, кстати, вместе с вами будем чинить. У него просто там застряла бумага. Сейчас я покажу. Вот она бумага. Она застряла. До этого она застревала, но не так сильно. Вот. Я его буду пытаться разбирать. И оттуда ее как-то доставать. Не, не будем здесь лазить, Дима. Вот. Поэтому пока убрала его туда, потому что мне под столом очень сильно мешает. Вот. Здесь у меня сломанный сам буфер. Колонки вот эти вот. Я их проверяла. Они работают. Сам буфер. Кстати, очень классный. Очень он хороший. У него очень качественный звук был. Давай покажем его, Дима. Вот он такой вот сам буфер. Это у нас Philips. Хотела сказать Panasonic. Нет, Philips. Давай сюда. Вот он полностью, по-моему, деревянный даже, что ли. По-моему, да, он деревянный. У него очень-очень качественный звук. 40 ватт у него было. Но после переезда он сломался. Не знаю, в чем причина. Там пару проводов было передавлено. Вот. Звонила, думала в ремонт отнести. Мне сказали, что гораздо дешевле будет, если вы купите новый. Вот. Чем ремонтировать. Вот. Колонки я, может быть, отдам даром. Наверное, я так думаю. А буфер. Не знаю, будет ли вам интересно его вскрыть. Сейчас переломаешь все эти тюльпанчики. Ходы. Да. Вот. И что, кстати, в нем очень классно. У него вот отдельная штука. То есть, не залази, а под стол. Спокойно. Вот она крутится. То есть, все в ней хорошо. Включается. Кстати, она, по-моему, даже работает. У нее тут фонарик горит. Наушники здесь. Вот что-то еще. То есть, она вообще прям удобная. И у нее как раз от нее идет вход наушники в компьютер. И она входит, получается, в этот вот буфер. Я хочу ее скрыть. И этот провод оттуда его извлечь. Вот. И там, я не знаю, дальше как. Потому что все равно он сломан. В любом случае, его либо выбрасывать, либо куда-то девать. Поэтому мне будет гораздо интереснее его вскрыть и посмотреть, что там внутри. Что там у тебя падает? Что у тебя там за слюни еще падают? Дима! Что ж ты, господи? Гораздо будет интереснее его вскрыть. Так что у нас с вами в будущем, в ближайшем будущем. Ну, конечно, надо вскрыть побыстрее, чтобы побыстрее выкинуть, избавиться от хлама. Не любит, честно говоря, хлам всякий. Вот. И также вот у нас с вами принтер. Его тоже нужно будет вскрыть. Достать эту бумагу. Посмотреть дальше, будет ли он работать. Да, я тут вот убираюсь. Тапочки я сейчас. Тапочки свои. Думаю, надо в коридор их отправить. Там всю обувь перебрать. Потому что там у нас обуви. Мы переезжали. Просто кидали в мешок все, что было. И там очень много Женькиной обуви. Всякой рваной, наверное, я так думаю. И тоже сейчас буду все это перебирать. Вот. Такой у нас день уборки. Приятные хлопоты. Зима тут ремонтирует. Ой, фу, вляпалась в твою. Да, вот здесь вот дырочка. Вот. Не знаю, может что-то попало. Советовался я, кстати, с мастером. Мне сказали, что лучше самой не вскрывать. Потому что якобы там создан определенный воздух. В этом буфере или его там, наоборот, нет. А когда я вскрою, он туда попадет. Короче, что-то там произойдет. Вот. Но мне интересно, что же там находится. А я люблю технику. Не лазит туда, Дима. Вот. И мне, честно говоря, мне непонятно, почему... Дима. Почему... Почему именно после переезда он сломался? Именно после переезда. То есть до этого он работал. Все хорошо. Но были хрипы иногда. Ну, не так часто, как, допустим, это моя вторая колонка. По счету за всю жизнь. Вторая или третья. Вот до этого у меня тоже были хрипы. У колонки ее обменяли в магазине. Ну, да. Это, получается, вторая. Это вот третья. И сейчас вот стоит четвертая. Это вот Димина. Я дарила на год, когда исполняла с Димьем колонку. На нее обзор, кстати, есть. Она не очень удобная. Она больше как музыкальный центр. Вот. Но, не знаю, буду как-то привыкать. Я ее поставила сначала сюда. Ну, здесь вот сам буфер. И я боюсь то, что детали просто будут скакать у него. Здесь не очень удобно мне. Вот. Поставила сюда. Здесь, соответственно, с угла пришлось все поубирать. Здесь у нас еще вот мед был спрятан. Я прятала. А Джей не прятала. Потому что он его съедает очень быстро. И нам с ребенком не достается. Приходится периодически всякую еду мне прятать. У меня даже, честно говоря, была идея такая. Где-нибудь под столом холодильник поставить. Чтобы можно было прятать. Вот. Ее можно вот так вот задвинуть. Теперь туда. Теперь у меня тут свободно. Хорошо. А, да. Я еще поставила. Потому что у него вот тут вот сам буфер. У него вот выходит отсюда звук. А получается, если я его поставлю сюда, то он будет выходить в стол. Ну, и системник тоже как-то не очень хочется. Вот. Ну, и тут, короче, куча проводов. Еще получается. Не знаю. Наверное, я сейчас как-нибудь там закреплю. Вот. Самое ужасное то, что... То есть, допустим, вот в этой вот штуке. Она отдельно входит в компьютер. И вот здесь еще есть вход. То есть, нет лишних проводов. Мне это вот очень нравится. Такой похожий я находила. Находила похожий в магазине. Ну, я не знаю, стоит мне покупать. Как бы есть. Вот он. Ну, Дима его постоянно роняет. Бросает. Здесь вот даже передняя крышка у нас вот отходила. Вот я сейчас только что ее сдвинула. Поэтому я подумала, ладно. Думаю, все-таки покупала. Несколько тысяч на нее потратила. Пускай она будет здесь тогда у меня. Вот, а эти провода я сейчас, наверное, просто возьму. Вот на системе закреплю. Какой-нибудь штучкой. И все. Скажи, да? А это мы тобой потом скроем попозже. Что ты делаешь? Ты что, веер что ли? Вентилятор. Веер. Мне его, кстати, обещал починить брат. Но уже, кстати, июнь. Уже июль у нас. Уже 7 месяцев прошло. Как он ко мне едет. И просто он стоит и стоит и стоит и стоит. Мне просто это все уже просто надоело. Он уже не звонит мне, не пишет. Работа, работа. Типа работа. Ну, что-то двигаешь его. Мне проще его вскрою. Сама посмотрю, что там такое. И потом выкину. Конечно, жалко, если честно. Очень жалко. Это очень хороший наушник. Ой, не наушники, а сам буфер. Очень хороший, очень качественный. Он гораздо лучше. Поскольку он деревянный, он гораздо лучше вот этого даже. Но если мне покупать новый, то есть я, в принципе, видела похожий в продаже. Новый. Тогда мне просто будет девать этот некуда. Вот, если только в Диме комнате его где-то ставить, наверное, наверх куда-то. Ну, не знаю, там дальше будет видно. Может быть, куплю новый. Потому что такая вот штучка, как Дима сейчас ее держит, очень удобно. Никакие провода лишние, ничего не мешает. Все где-то там. А тут получается то, что я втыкаю вот как бы в передний вход. И сзади у меня получатся наушники. Я не знаю, как он будет играть конкретно. То есть наушники мне постоянно придется как бы менять то от этого, то вечером, допустим, я матирую этот, вытаскиваю и вставляю от наушника. То есть вот так вот.